Владыка, здравствуйте! Добрый день! Вот сегодня беседуем в особенный день. Сегодня прощённое воскресенье, и многие друг у друга в этот день просят прощения. И в том числе невоцерковлённые, и даже, казалось бы, люди, которые к православию не имеют никакого отношения. Ну вот поясните, хотелось бы узнать с религиозной точки зрения, в чём суть этого дня? Да, сегодня мы с вами вступаем в Великий Пост. И это воскресенье, сыропустная неделя по церковному календарю, она ещё называется «Прощённое воскресенье», когда человек друг у друга просит прощения за какие-то содеянные друг против друга грехи. Но святые отцы говорят, что суть не в том, чтобы попросить прощения, а суть в том, насколько ты прощаешь своему ближнему или дальнему человеку его прогрешение. То есть прийти и просто сказать, «Прошу прощения» — это пустой звон. Надо бы, чтобы душа человека располагала дать прощение другому человеку. И вот только в таких обстоятельствах это будет верно. А скажите, есть ли какая-то, скажем, история появления или история установления вот этого дня? История такова, что это появилось в первых христианах, ещё в первые христианские века. И когда уже церковь образовалась, как мы сегодня видим, церковную структуру, тогда вошло в жизнь церковную, в это воскресенье. Простите друга прощения. Ну вот буквально завтра вступаем в Великий Пост. Расскажите, в чём, собственно, его величие. Я так понимаю, что речь не только о сроках, правильно? В Великий Пост — 7 недель длительность его. Суть Великого Поста, чтобы христианин подготовил себя к принятию воскресения Христова. Ну вот, предположим, человек никогда не постился и впервые в жизни решил это сделать. Скажите, на что следует в первую очередь обращать внимание вот в это время? И что в первую очередь следует знать? Ну, наверное, надо начать с того, что для первых людей, которые впервые входят в Великий Пост, надо понимать, что пост состоит не только в том, чтобы не укушать скоромной пищи. Пост состоит ещё и в духовном осмыслении, в духовном воздержании. Наверное, можно бросить такие привычки, как курение, как матерщина, как озлобленность, как осуждение. И мы должны как можно более быть сконцентрированы в Личности, в своей. В первую очередь видеть бревно в своём глазу, а потом уже и сучиться в глазу ближнего. Вот, наверное, суть сводится к тому, что в первую очередь человек за все эти семь недель должен подойти осознательно с верой в воскресение Христово и с покаянием. Потому что если в сердце есть в нас прогрешение, в такое сердце Дух Божий не войдёт. Ну вот говорят, в каждом правиле есть исключение. Применимо ли это к правилам Великого Поста? Есть ли какие-то канонические послабления? И вот, собственно, кто их может применить для себя? Конечно, в сегодняшние дни нельзя применять ко всем людям, что вот пост, что нельзя укушать там ни рыбу, ни масло подсолнечное ограничивать. Есть сегодня люди, которые у нас болеют часто, есть люди, которые беременные, в церковь ходят. Они должны поститься соразмерно своим силам. Ни в коем разе нельзя делать так, что вот мы постимся сегодня, начиная с первого дня поста, не вкушаем даже постного масла, а к концу поста нас забирают скорые. Нам плохо, потому что наш организм, он не может понести такой тяготы. Так вот, лучше пусть будет у нас больше духовного поста, нежели телесного. А телесный пост, он только подкрепляет, дает нам стимул поститься духовно. Что же, спасибо вам большое, что нашли время. Спасибо вам за интересную беседу. Я очень благодарен за такую нашу встречу, благодаря нашим телезрителям, которые смотрят эту передачу. И хотелось бы пожелать, чтобы мы постились в меру своих сил, чтобы пост был для нас рассудительным и пост был покаянным, и пост был с молитвой и с благими делами. Потому что тот же апостол Павел говорит нам, что вера без добрых дел мертва есть. Так вот, добрые дела сопутствуют нашему посту. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова